Начинаем отбираться с самым простым из наших примеров. Суммы квадратов. Я специально выписал эту формулу для того, чтобы стало понятно, что все-таки наука-то здесь достаточно интересная. Вообще, про сумму квадратов и вообще про квадратичные формы нужно учить всем, кто начинает учить математику, потому что довольно быстро можно выйти к очень трудным вопросам. И с другой стороны, очень многие вопросы наоборот можно учить, даже восьмиклассниках. Я искренне считаю, что огромная часть моей лекции может слушать ученик восьмого класса. Потому что по большому счету, кроме квадратного уравнения, ничего не нужно. Но, наоборот, для тех, кто уже вовсе не восьмиклассник, а значительно лучше знает эту тематику, обращаю внимание, если взять такой ряд и возвести его в квадрат, то получается сумма по всем целым числам ку в степени х квадрат умножить на сумму, тоже взятую по всем целым числам ку в степени х квадрат. Поэтому коэффициент при ку в степени n равен количеству решений в целых числах уравнения х квадрат плюс х квадрат равно n. Значит, если мы с вами возвели вот этот вот ряд в квадрат и доказать такое должностно, то, поскольку здесь выписано все по степеням ку, мы сейчас поймем, как это на самом деле, то мы получим формулу для количества решений этого уравнения. Если, вот как на той доске написано, возведем в четвертую степень, то получится количество представлений в сумме четырех квадратов. В шестую, на самом деле, я принялся переписывать из книжки, но есть и для восьмой степени, и для двадцать четвертой, то есть наука вовсе не останавливается вот на этих формулах. Так вот, давайте я пока не буду про 4 и 6, а подробно разберемся. Пока совершенно не доказывает должностно, я вам сейчас пару минут поговорю и перейду к абсолютно школьному материалу. Предположим, что мы знаем это реалисту. Непонятно откуда, но тем не менее. Представьте себе, что мы это тоже все знаем. Ну, вот здесь вот оно написано в более понятном виде, просто вместо суммы, там, где я подставил сначала, я мероприятию 0, потом 1, 2, 3, 4 и так далее, и так далее. Нужно разобраться с этим, но это легко. Есть формула для суммы геометических прогрессий. 1 делить на 1 минус 1, это выписка 4. Проект очень легко, просто умножите, и все получится. Значит, каждый номинат в этом форме обладаем и получаем. Смотрите, если разглядеть, сколько я ку, то получается ку плюс ку квадрату, и так далее, то есть все-все-все показатели подряд. Здесь 3, 6, 9, 12, то есть все делящиеся на 5. Здесь и когда он лучше? 5, 10, 15, 20, все делящиеся на 5. Причем здесь с плюсом, когда показатель дает остаток 1, пределение на 4, а здесь с минусом, когда остаток 3, пределение на 4. Как получить ку в степени n? Ну, смотрите, здесь будет обязательно, потому что n на 1 делится. Здесь будет в зависимости от того, делится на 3 или нет. Здесь, соответственно, делимся на 5. То есть, если вы внимательно посмотрите на эту форму, то вы поймете, что коэффициент при ку в степени n равен 1, если n равно 0, это такой совсем особый случай, если n равно 0, то x и y равно 0, да? В уравнении x квадрату, x квадрату, x квадрату, x квадрату, x квадрату. А вот если n больше 0, то в таком случае, естественно, точки идут, что называется, по 4 штуки, да? То есть, плюс минус x, плюс минус y. То есть, если у вас, я объясняю, откуда берется делимость на 4, если у вас есть какая-то одна точка, то естественным образом возникают 4 штуки. И, между прочим, если у вас есть точка на оси абсцисс или на оси ординар, то все равно, естественным образом возникают именно 4 точки. Так что не случайно есть число 4. Вы должны взять с плюсом количество делителей, которые дают остаток 1 при делении на 4, а с минусом количества делителей, которые дают остаток 3. Давайте возьмем какое-нибудь число. Второе, 65. На какие числа оно делится? На единицу, на 5, на 13 и на 65. Так, здесь остаток 1 при делении на 4, здесь остаток 1, здесь тоже остаток 1. Значит, всего должно быть 16, потому что делители у нас 4 штуки, да еще на 4 надо умножить. 16 точек на окружности х квадрат плюс у квадрат равно 65. Давайте поймем вообще хоть какие-нибудь точки мы знаем. Вот я знаю, что 8 в квадрате плюс 1 в квадрате это 65. Смотрите, между прочим, точка 1, 8 дает 4 штуки, и еще точка 8, 1 дает 4 штуки. Это уже 8 точек. И еще я знаю, что 7 в квадрате это 49, плюс 4 в квадрате это будет 49, это 16, это тоже 65. Опять, 7 в квадрате 4 дает 4 штуки и 4 в 7 дает 4 штуки. Здесь 8, здесь 8. Получилось 16. Хорошо. Давайте возьмем какое-нибудь другое число. Например, число 12. Какие у него есть нечетные делители? Программа, здесь только нечетные. Начиналось все только с нечетных чисел. У 12 есть два нечетных делителя. Это число 1, это число 3. Это дает остаток 1, дает 4, это дает остаток 3. Разность между ними 0. Ну, господа, если верить в тождество для степенных видов, то количество решений, где n натуральное число, в 4 раза больше, чем избыток делителей вида 4n плюс 1 над делителем вида 4n плюс 3. Между прочим, эту теорему довольно просто доказать без всяких степенных рядов. И вообще сумма квадратов замечательна тем, что довольно разными способами и очень просто можно все-все-все понять.